В зале городской администрации предприниматели-нарушители, но зачастую таковыми они себя не считают. На ошибки приходится указывать специальным службам – налоговой, городской мэрии и краевому инспектору по труду. Светлана Салаедова – частный предприниматель. Уверяет, торгует в магазине сама. Но почему-то именно в день проверки в обувном ларьке работали двое неоформленных сотрудников. Я зову этих людей иногда, потому что мне тяжело, чтобы помыли окна, убрали, где-то подмели. У Александра Кабанова тоже не всё гладко. Поступлений в местную налоговую от его компании – ноль. Предприниматель настаивает – он всё платит исправно. Сказали, что нет отчисления, налоги мы не платим здесь. А мы, у нас договора, мы работаем с Ивановской областью. Там мы оформлены, там мы налоги платим. Так дело не пойдёт, подчёркивают местные власти. Все иногородние предприятия должны вставать на учёт в местной налоговой, чтобы пополнять казну Сочи. А уже на эти средства город будет строить детские сады и школы, ремонтировать дороги. Но понимают это не все бизнесмены. За неделю только в центре города из 30 проверенных предприятий в 18 нашлись нарушения. Бизнесмены не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. В итоге город недосчитывается сотен миллионов рублей. Что, собственно, за собой влечёт? Очень серьёзные последствия. Последствия в части и, прежде всего, несоблюдения социального пакета и несохранения социального пакета за самими работниками. Ну и, естественно, это уход от налогов. Основная статья доходов для любого муниципалитета – это, естественно, НДФЛ. Администрация требует оформлять работников на зарплату как минимум в 10 тысяч 777 рублей. Ну а среднее по экономике и вовсе 29 тысяч. Всех нарушителей ждут крупные штрафы от трудовой госинспекции за одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей. К слову, в начале этой масштабной работы в Сочи неоформленных было выявлено 70 тысяч человек. Сейчас эта цифра сократилась в несколько раз. Ну а сегодняшнее заседание стало уже 53-м. Работа будет продолжена до тех пор, пока бизнесмены не научатся работать честно.